Здравствуйте! На ваших экранах программа «Городские встречи». Я ее ведущая Марина Комиссарова. В нашей студии сегодня Николай Булычев, председатель Рязанской топонимической комиссии. Здравствуйте, Николай Александрович! В связи с недавней новостью, которая заполонила социальные сети о переименовании улицы Безбожной в улицу Кадырова, предлагаю поговорить о топонимике рязанских городских объектов. Почему вообще происходит процесс переименования улиц? Зачем менять название? Слава Богу, что в нашем городе этого процесса нет. Он прошел мимо нас. Это благодаря жесткой позиции нашей городской топонимической комиссии. Мы в свое время, уже лет 20 назад, а комиссия у нас существует 25 лет, мы приняли решение не давать именных названий городским улицам, не переименовывать названия улиц. А если мы меняем название, то только это связано с восстановлением исторических названий. За годы существования нашей топонимической комиссии мы уже переименовали порядка 25 улиц нашего города. А примеры можете привести? Да, это улицы Соборная, Вознесенская, Введенская, Соборная площадь, Никола-Дворянская, Право-Лыбецкая и так далее. Вот их уже около 25. В свое время был составлен список центральных улиц города, которым необходимо восстановить исторические названия. И вот согласно списку, который был еще ранее, еще 30 лет назад, первыми членами нашей топонимической комиссии установлен список, и мы сейчас стараемся как раз улицей, которые представлены в этом списке, этим улицам вернуть исторические названия. Это самые древние улицы нашего города, это улицы, с которыми наш город и начинался. Эти улицы расположены в центральной части города, в основном вокруг нашего Кремля. В связи с чем происходило переименование тогда этих улиц, насколько я понимаю, в постреволюционное время? Из исторических названий в новые? Да, вы представляете, с 1919 года и вплоть до 80-х годов в городе Рязани происходил процесс переименования названий улиц. И вот буквально 90% улиц города были переименованы. Вот этот процесс известные российские историки назвали топонимическим Чернобылем. То есть память об улицах исчезла. А улицы, они тоже какую-то смысловую нагрузку имеют. Они являются тоже источником по истории нашего города, потому что в улицах многое что заложено. Улицы нам говорят о образе жизни жителей города, о быте, чем занимались горожане, о профессиях древнего нашего города. А потом, начиная с 1919 года, большинство названий изменилось, стали давать вместо старых названий именные названия в честь большевиков, деятелей партии правительства, героев гражданской войны, классиков марксизма и так далее. И город Рязань потерял свою самобытность, а он стал похож на все другие города нашей России. В каждом городе есть сейчас и улица Ленина, и улица Макса, и улица Энгельса, и коммунистическая, и Первомайская, и Октябрьская и так далее. То есть каждый город потерял самобытность, и все города стали похожи друг на другую. Мы, конечно, выступили против этого и решили, по крайней мере, в центральной части города начать восстановление исторических названий. И вот вопрос, который вы мне задали изначально, да, сразу хочу ответить, что наша ТПМС комиссия категорически против переименования названий в улиц города. Мы не переименуем. Если мы занимаемся изменениями названий, то это восстановление исторических названий, но не переименований. К тому же, вот вы упомянули о своей принципиальной позиции не давать именных названий улицам, потому что зачастую большинство жителей города даже не знают, о ком идет речь. Вот, допустим, называют магазины именами героев, получается, что так. Да, и вот, допустим, была у нас улица Каляева. Когда ей давали название в 19319 году, раньше эта улица называлась Семинарская. Сейчас опять, слава богу, мы опять восстановили историческое название Семинарская. Когда ей название давали, как Каляева, вот тогда, видимо, большинство жителей города, наверное, считали, что Каляев был героем. Героем, потому что он совершил покушение на дядю нашего последнего императора. А тогда коммунистическая идеология, это был подвигом, разумеется. Ну, прошло 70 с лишним лет, и мы переосмысливаем нашу историю, у нас уже другие ценности. И самое интересное, что сначала было противодействие страны жителей улиц, потому что им не хотелось менять название, перепрописываться, менять свои документы на приватизированные квартиры. А потом, когда мы пошли по домам, во дворах собирали собрания жителей, объясняли, кто такой Каляев. А жители вообще не знали, кто такой Каляев. Когда им обращались с вопросом, кто такой Каляев, некоторые говорили, поэт, другие. Это какой-то, наверное, участник Отечественной войны, герой, может быть, какой-то. Абсолютно никто не знал, что такое Каляев. Когда им объясняли, кто такой Каляев, говорят, ой, да, мы не хотим жить на такой улице. И то же самое и с другими подобными улицами. У нас несколько улиц города, к сожалению, носили, еще носят имена террористов. Ну, вот и наша задача стереть с карты города эти названия. При этом, вот вы говорите о том, что не всегда исторические названия в сознании жителей закладываются. Например, примером может послужить Верхний городской парк, который до сих пор, по сей день, люди называют Наташиным. Как вот бороться с этим и как прививать людям такую грамотность эпидемическую? Дело в том, что мы в свое время получили задание от городской власти о том, чтобы дать наименование нашим городским паркам, скверам, всем зеленым зонам. Вот, был составлен список, мы поработали, не просто так вот мы вот с потолка взяли название, да, а мы восстановили исторические названия, особенно в центральной части города, исторические названия наших этих зеленых зон. И в результате было принято решение, еще тогда Рязанским городским советом, вот, о списке где-то из 15 парков в зон, вот, и официально они были узаконены. Но, по-прежнему, даже грешит сама городская администрация, они используют старое название. Вот, опять же, тот же верхний и нижний городские сады, вот, кто-то называет, один из садов, верхний сад Наташкина парком, нижний сад городским парком, далее парк культуры и отдыха ЦПКО, это у нас уже давно ЦПКО, это у нас Рюмяно-Роща, это историческое название, мы восстановили Рюмяно-Роща, не только в названии парковых зон, но и в названии микрорайонов тоже совершаются ошибки. В свое время, еще 16 лет назад, мы для удобства и городских служб, и жителей города Рязани, мы в нашей комиссии разбили город на 50 микрорайонов, и каждому микрорайону дали свои названия. Названия, в основном, были исторические названия, но это для центральной, допустим, части города. У нас есть огромный микрорайон под названием Песочня, но почему-то, почему-то все в городе, и городские службы, и вот маршрутки ходят везде, написано Дашково-Песочный, микрорайон ДПР, то есть сокращение Дашково-Песочный район. Нет, у нас ДПР, у нас есть микрорайон Песочня, вот мы дали официальное название Песочня, когда принимал решение городской совет, все согласились, был издан нормативный акт, который должны все выполнять, в том числе все городские службы, но по-прежнему называют Песочня. Или другой пример, есть у нас микрорайон Красный, а его почему-то называют Ворошиловка, то же самое, и указатели дорожные, и те же самые маршрутки идут в Ворошиловку. Нет, у нас Ворошиловка, у нас есть микрорайон Красный, вот таких тоже примеров можно много назвать. Вот, здесь я считаю, надо поступать так, как поступает Москве, на границе этих крупных, больших микрорайонов стоят баннеры, или на угловом доме, где начинается микрорайон, может, тоже какие-то названия написаны крупным шрифтом, как называется этот микрорайон. Вот, ну и у нас тоже можно так было бы сделать, и тогда жители привыкли бы к названиям этих микрорайонов. Но мы будем надеяться, что наши жители нашего города, рязанцы, после сегодняшнего выпуска будут внимательнее относиться к именам улиц, парков и районов родного города. С нами был Николай Александрович Булычев, председатель Рязанской топонимической комиссии. Оставайтесь с нами, всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин